Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, а смотрите вы продолжение партии в Old World на последнем уровне сложности за Кушицкое Царство. Подробности того, что здесь происходит, сейв первого хода и прочее прочее в первой серии, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Переходите туда, если вы случайно наткнулись на это видео, а для всех, кто смотрит продолжение, давайте, собственно, начнем. Взятых от Туса, Хетского Царства больше нет. Не совсем историчненько, но зато в нашу пользу. Единственное, кого мы еще не встретили, это Вавилон, и как видите, мы тут первые пока идем по очкам. Так, что будем делать? Так, тут рыбак завершен. Это я уже распределил, я помню. Все, всем. Так, давайте мы служителей распределим в святилище, чтобы лучше распространялось. Так, я так понимаю, что, собственно, язычество распространяется туда, где у нас построено святилище. У нас не построено только... А, нигде. Везде построено. Все. Зашибись. И плюс мы еще имеем счастье за каждую иностранную религию в городе, так что вполне можем поразносить еще. Не надо со всеми религиями тогда в хороших отношениях быть. У нас, в принципе, так и есть. Ну, вот это минус 8, конечно, неприятненько, но, в принципе... Хотя, почему... А, это хецкое язычество, потому что мы хатусу захватили. А, вот, в хатусе нам надо наше... Наше святилище построить еще. Во-во-во. Кстати, сюда надо как-то рабочего будет или перекинуть, или построить еще. Так. Да, вот тут я хочу гавань, потому что соседство аж с тремя будет. Ну и плюс у нас четвертая гавань таким образом построится. Да, давайте... Блин, как-то тут дебильно немножко получается с деревнями и прочим. Все лучше эти построю рудники. Это, наверное, кстати, куплю клетку. Забавно, видите, что в хатусе вот здесь суд и министерство построены. Так, мы готовимся к войне с Римом. То есть постепенно я подготавливаю юниты, генералов. Кстати, не стоять здесь, надо апнуть, наверное, в булавоносца. 2000, не многовато пока. Вот мне для чего железо надо, чтобы в булавоносцев можно было апнуть. Так, вот это на городской. Или лучше... Нет, давайте против пехоты лучше повысим. Так, восемь приказов. Первых отправляем шпиона украсть исследование. У персов мы неплохо украли. Еще раз. Советника усмиряем город. Дакку. Посла. Так, а что мы открываем вообще? Ученость. Тут никаких... Тут нету никаких... Законов. Поэтому, я думаю, можно... С кем мы торгуем? Мы торгуем, по-моему, с Карфагеном, точно. И с Грецией, да? Да, есть торговля. С Римом нету. Египет гораздо... Вообще, кто со мной наравне по силе? Рим гораздо слабее. Греция, вот Греция аналогично. Персы сильнее. Мы уже с персами, кстати, торговать. Египет гораздо слабее. Вот... Не знаю, опять же писали мне в комментариях, что... У них в игре там Египет рулит. У меня Египет совершенно не рулит. У меня рулит Карфаген. Видите, он вообще гораздо сильнее эрудит. Но мы с ним в мире. Вряд ли он на меня нападать будет. Давайте, наверное, к персам... Отправим... Торговое предложение. Так, и здесь буквально два хода поплаваем в надежде встретить Вавилон. Но, походу... Походу, нет. Ассирия перемирия с Египтом. Была война, теперь перемирия. Сбор войск события какое-то сейчас будет. Так, ну и все остальное норм. Вот нафига Аминиридис перешла в хетское язычество? Вот буквально... Ладно. Вдохновленные вашими речами, солдаты по всей территории Кушита усиливают свою подготовку и ужесточают учения. Когда они не заняты оттачиванием боевых навыков, они помогают улучшать города. Тысячи солдат, мужчин и женщин добровольно выходят на улицы, чтобы послужить на благо города. Командиры обратились ко дворцу за советом. В какое русло направить труд этих солдат? Так, восстанавливают разрушенные здания. Мергисы и Хатуса быстрее восстановятся. Помогают работников в добыче материалов. 46 камня, 65 железа. Больше бойцов. Ну и ополченцы не нужны, ополченцы никуда не апнуть. И, наконец, больше защитных укреплений. Минус 10 приказов. Зато Мергисы и Хатуса получат стены. А давайте. То есть у нас во всех городах теперь есть стены. Хотя я так понимаю, что если бы я не построил в других городах, они бы там тоже появились. Прикол. До престола дошли рассказы о загадочных способностях деятельности науки. На местнице гепатии целомудренной. По слухам, она может появляться в нескольких местах одновременно, разговаривать с животными и очень точно предсказывать будущее. На Путина похоже. Среди ее сторонников возникли разногласия. Если на местнице гепатия целомудренная божественная фигура, то что удерживает ее от занятия трона? Так, присматривать за ней. Царица становится глупой. Подобное поведение может быть либо безумием, либо изменой. Блин. Ну глупой я не хочу, чтоб становилась. А ее придется заточить тогда, черт. Новую на местницу надо будет назначать. Ну вот это прикольный плюс три, к счастью. Так. Что у нас рабочие делают? Так, вот здесь дворец. Так, вторая гавань готова. Я не думаю, что нам здесь нужно много гаваней. Я бы лучше рудники делал. Вот у нас железа не хватает. Да и камня скоро будет не хватать. Так. Светилище еще можем сделать, я так понимаю. Светилище. А подымак, я думаю, надо тут делать. Причем вот сюда. И тогда здесь эту кушетскую пирамиду. Пирамидончик. Бахнем. Так, этих местами поменять надо. Так, как у нас тут с семьями? Все еще минус 153, да? Ну, вот этого лучника надо постепенно ввести к Риму. Этого булавоносца тоже. А этих тут оставляем. Ну, потому что он к Саяле относится, и, соответственно, он будет минус давать... Ну, или плюс к счастью. Я говорю минус, потому что раньше тут немножко другая система счастья была в World World. Блин, а может кровожадного надо было взять? Так, лучник Миджай. В керме. Кстати, тут мы тоже можем, наверное, еще светилище сделать. Но пока продолжим. Или лучше последователя кого-нибудь из этих, чтобы... Ну, то есть, это же счастье нам добавляет. Давайте так глянем. Что-то иудаизма. У нас два города. Сероастризм один. Христианство четыре. Так, тут иудаизм, видимо. Так, иудейского. Продолжим восстановление. Служитель-ученик. Продолжим. Служитель-мастер сделаем. Мятежник и усоялы появились. Нормально. Царь Греции умер. Урима мир с Карфагеном. Лидер хетского язычества. Так, ну, бесплатного булавоносца. Возьмем. Из Персии прибывает гонец с заманчивым предложением. Царица Амитис Мудрая обладает сильной армией. Однако ее нация испытывает нехватку ресурсов. В своем послании она заявляет. Возможно, обе наши нации смогут извлечь выгоду из данной ситуации. За скромную плату вы сможете пополнить свое войско могучими копьеносными конницами. Которые весьма редко встречаются где-либо, кроме персидской армии. Ну, короче, за что? 100 еды и 200 железа. Я думаю, надо брать. Так, 200 железа надо. Патриарх Шибитку из Дакки врывается в тронный зал, полыхая праведным гневом. Духовный лидер Лишаизма требует, чтобы сей же час отпустили на свободу гепатию целомудренную, чтобы не прогневить боков. Не ясно, как гепатия обзавелась таким союзником, но удержать ее в плену стало куда сложнее. Стоит ли это того, чтобы навлечь на себя гнев Лишаизма? Отпустить за разумную плату. Так, Патриарх минус 100. Как у нас вообще отношения с Лишаизмом? Плюс 42. Не, давайте... У тебя Патриарх... Отдаляется это что значит? Минус 100. Не, давайте просто минус 40 и дисциплина добавится. Отказаться освободить. Пока у нас в плюсе с Лишаизмом отношения. Так, домик. Давайте здесь. Минус 100. Вот здесь я думаю Надо светилище по дамаг строить О, еще караван Там пока бежит В Грецию Блин Или в Персию Давайте может в Грецию отправим в этот раз Ну типа поближе, чтобы он быстрее добежал Еще раз вспоминай Это чудо нам каждые 5 ходов Так, ладно Тут уже само восстановится Дальше 10 граждан Давайте сюда А, не-не-не Давайте рабочего Служитель есть Давайте еще служителя сюда Рыбак Это у нас красители появились Никаким А, требуется Ирджет Красители Выдаем Отлично Будем религию распространять Так, это вот нам То есть это уникальный юнит персов И нам его выдали Ну, как-нибудь сюда перебросим И Точность давайте повысим Субтитры создавал DimaTorzok Нам от каждого мечника Как-то надо будет еще Сначала Лупануть Так, это Египет Я так понимаю А, нет Это какая-то галера Так, смотрите У нас тут какой-то рабочий Ничего не делает Из чудес У нас большой цирк остался Непостроенный Так, царь Персии умер Все равно обычное у нас 220 науки у персов украли Снизили недовольство в даке Какой-то генерал умер Ну, все нормально пока Так, торговля с Персией Приказы за Железо Или науку за железо Приказы давайте Хотя, конечно, у нас Железа мало Надо просто сейчас начинать Строить Больше Рудников Бесплатного Ученого Персия Хочет Дань Вот дебил Только мы Торговлю начали Но мы вам не уступим А что мне Перед Персией Прогибаться Она хрен знает где Один из ваших Придворных Тономани Войн Наделал шуму речами В которых призывает Избавить мир От египетской Заразы Прилюдно Осудить Смуть Блин С другой стороны Я не знаю А вот они в союзе Национальный союз Может все-таки Объявить тогда Войну Египту Ну типа Это и Рим Объявление А давайте Рим Объявляет В состоянии войны Ну а что Мы в принципе Готовы Весть о вашей Недавней Утрате Уже вышла За пределы Нашей страны В Карфаген Прибыл посланник С подарком От царя Азмелека Амбициозно А что у нас За утрата была Я уже забыл Ваш посол Так Который он называет Простым и бескорыстным Выражением соболезнований Однако все ли В нашем мире Так просто и бескорыстно Ваш посол От Асамали Подозревает Что это Джесс доброй воли Уловка Дабы заработать Ваше расположение Тем самым Ослабив напряженность В отношениях между В смысле Какая напряженность Союз И плюс 225 Тут еще и плюс К счастью В Мирое Нет Ну я Да Поддамся На это Ваша дочь И наместник В Сесебе Земледелица Ловчая Так по моему Тут как раз Лагеря и сети Да Ну тут точно Лагеря Надо Точно Лагеря Агентурную сеть В Риме Создаем И размещаем Сюда Так Наместники Нам не нужны Никакие Тогда Эти старые Староватые Эти вот этого Атланерса Из Саяла Вот И мы все видим Благодаря этому Что тут происходит Где вообще Армия Рима Так Убиваем Вот этого Мечника Да да еще такие хреновыми генералы каких вырастил так тут у нас тут где-то было нападение надо добить а вот здесь еще блин блин орлиный глаз стреляющим юнитом просто must have хоть не могу удержаться чтобы не прокачать как и здесь на вот этот меткий стрелок дальность стрельбы тоже очень круто нами кажется тут ханарь ему это же просто в городе я не вижу никакой армии что он будет делать а О, наконец-то Вавилона. Наши воины встретили группу странствующих ремесленников. Они поведали, что покинули Вавилонию, великую цивилизацию далеко-далеко отсюда, дабы посмотреть мир. Как с ними поступить? Предложим поселиться в Кушите. Фермер. Специалист всегда круто. Так, и Вавилон тоже где-то в центре. Но я лидер. Я лидер этой партии. Так, ну тут вот меня Египет завалит следующим ходом. К сожалению, у него прокачка на... На то, чтобы я... Ну, короче, не мог двигаться. Мятежники Удакки и Сайяла. Гепатия целомудренно умерла. Все. Отлично. Получили амбицию. Новая ученая. Так, дальше давайте опять какой-нибудь закон. Философия. Городские специалисты быстрее строятся. Каждый форум плюс наука. Инженерное дело. Стоимость чуда дешевле. Дорога через реку. Ну, мы чудеса все уже построили. Так, профессиональная армия. Плюс 50% очков опыта. И две муштры. Я бы, наверное, о купальне еще и... Давайте нарисую-ка сейчас архитектуру. Всадника не хочу открывать. Набожные христиане Ирджет в порыве с сильных религиозных чувств устроили при дворе жаркие депаты. Они требуют прилюдно осудить Карфаген за приверженность иудаизму. Охренели? Я не стану вмешиваться в религиозные споры. Ну, тем более, что у нас с Ирджет вроде... А, не, хреновое отношение. Это то Сиджу уже плюс 177. Я не понимаю, как тут у семей вот это вот все. Однажды поздним вечером в вашей покое, едва не спотыкаясь, а под алмантией вырывается олигарх Мелянокен. Замечательные новости, царица. Вы ведь знаете о Хатусе. Город в последнее время рос как на дрожжах, и теперь его лидеры желают развить промышленность. Так, во что вложиться? Слонов. Слоны появляются цитрусовые. Давайте цитрусовые. Блин, я только не уверен, цитрусовые это же не... Да, это не счастье. Еда, два, рост, пять еды. А тут... Ммм... Ну и хотелось бы слонов тогда, но... Тратить шесть приказов сейчас во время войны... Давайте цитрусовые, ладно. Так, это еще одна амбиция, но мне кажется, царице, которой 74 года, брать амбицию уже... Блин, хотя вот это хорошая амбиция. Ладно. Я напоминаю, что победа здесь либо... Так, сейчас. Наместник в Саялле. Там, по-моему, два пастбища. Да, я думаю, надо на любительницу природы брать. Напоминаю, победа либо 10 амбиций выполнить... А мы уже 6 выполнили. Либо 41 очко набрать. Ну, либо чтобы у тебя было больше всех очков на 200-й ход. Придется в Грецию отправлять, потому что это в Персию бежал. Хорошо у нас не пропадают караваны, если он... Не добегает. Приплыли... Персидские галеры. Так, где у нас еще восставшие были? А, здесь прям... Прямо среди всей моей армии. Так, ну тут бы я все-таки нападал на... Из холма. Ладно, просто стражат. Не очень прокачки. Не очень. Так, делаем так. Делаем так. Так. Видите, достреливает как. Делаем так. Играет музыка. Играет музыка. Просто пытаюсь так сделать, чтобы добить всех этих юнитов коляской. Так, должно хватить. Хоба. И хоба. Наверное, вся армия. Правда, вот эта катапульта немножко больно нам ударит. По скоплению. Но что поделать. Играет музыка. Так, все, приказы закончились У нас тут восставший Что он тут Дакку будет немножко атаковать Не страшно Минус, конечно, 18 по железу Неприятно Тономани Войн умер Караван сделали Вскоре после того, как разлетаются новости о кончине Тономани Война Ваш мастер тайных дел Гарсиа Теф Выходит из тени и рассказывает вам кое-какие подробности из жизни покойного По всему выходит, что у Тономани были намного более близкие отношения С послом от Асамали воинственной, чем можно было подумать После короткого допроса посол во всем сознается и умоляет вас о помощи Возлюбленные встречались, притворяясь, словно они возносят молитвы по обычаям христианства А священнослужители они заставляли молчать, шантажируя их Теперь духовенство грозится рассказать всем о прегрешениях покойного Так, раскрыть истину мы улучшим отношения с христианством, но зато посол будет нам Ну блин, у нас уже 75 лет нашей царицы Ну отомстит и отомстит Зато с христианством чуть лучше Во множестве текстов богов вашего пантеона сравнивают с богами Персии Утверждая, что единственное их различие имена Аристократы приходят от таких заявлений в бешенство Ваши боги намного могущественнее богов Персии Так, сочинить о различиях Не нужно ничего делать, харизма добавляется И исследовать культурные связи Тут плюс мудрость, но минус 20 с лишаизмом Давайте лучше харизму получим Хотя, блин, легитимность... Не, легитимность лучше Недовольство манихейства вылилось на улицы Дангеил Так, давайте ничего не делать Пока что Не хочу не тратить ни муштру, ни соцкапитал Так, умный Крепкий Умный давайте Так, в Дангеиле нам нужно раскол Манихейства убрать Вот один ход А то будут появляться восставшие Так, римлянин здесь просто отошел Точнее, в город зашел этим катапультой Так что мы, видимо, врываемся Да, и Один мой корабль уже вот здесь потопили Персы и египтяне Ну и второй, соответственно, тоже потопит Потому что я отсюда свалить не могу Никак Ну вот тут рим, конечно, серьезно защищен Ну, но и Юнитов у нас для его обстрела будет побольше Так, хорошо Как бы их так не скапливать только вместе Чтобы катапульты не очень больно било Любимый зритель, если тебе нравится видео То поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети Ну а если ты все еще не подписался на мой канал То, конечно же, подпишись Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео Только для спонсоров Жевжиков Патрициев А некоторые видео раньше, чем для других зрителей Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео Это как донат Только не во время стрима А только этому видео Всем спасибо за поддержку Так, не, не буду им пока ходить Зря делал Тут надо проатаковать Вот и закончились Хоть уже и 51 приказ, но Да не, Рим возьмем Он приходит тут к какой-нибудь армии Мы ее убиваем и продолжаем атаковать Гораздо слабее Египет гораздо слабее Персия сильнее, но Че, он будет приплывать ко мне Еще мятежники в Мергисии сояли Так, и все вроде Из интересного Блин, заплатят за свою наглость Два улучшения уничтожены в Миро И нихрена себе Так, давайте тактику Я постоянно тут воюю Так, а в Миро И вот прям уничтожено То есть вообще А, нет, можно отремонтировать Так, одно А второе где? Вот второе Так, ну это нормально Так, здесь мы все-таки Рим убил Вот этого персидского уникального юнита Которого мне дали Естественно сейчас не городом занимаемся, а юнитами, которые... Пришли здесь А юнитами Подписывайтесь на мой уничтожен Продолжение следует... Так, пора апать. Денежку уже кое-какую накопили. 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 Невозможно убить юнит в городе У него всегда будет Вот такое пол хп Но пока стены не сняты до конца Юнит в городе будет жив Так, уплыла вон туда Давайте попробуем Таки убить Чтоб не возвращалась Так, вроде со всеми восставшими Везде разобрались Так, хорошо Ой, зачем Василию, ну ладно, пускай Василию Смотрите продолжение в следующей серии Продолжаем ученики Меджаев строить Так, один приказ Украдь исследование два, ну давайте добавим И еще украдем исследование у персов Что-то у меня теперь уже хорошее отношение только с Карфагеном В Сесебе опять мятежники Так, суеверный, глупый или набожный? Глупый, ну зашибись Тупарь Так, давайте я тут отремонтирую Так, теперь нам надо здесь создать агентурную сеть Ну, чтобы видеть все юниты Старенький вот этого давайте Ну вот, где армия Рима? Вот он вывел сейчас катапульту, которую мы добьем Сверепый возьмем Прокачка Так, это из города, давайте просто бой тогда Так, здесь повысим на сурового Тут дорогу бы, конечно, провести Ну, в принципе, и так нормально подбираемся Катапульту он убрал зачем-то, хотя мог тут Мои юниты неплохо обстреливать Чтобы лучше осаждать Рима, мне нужны свои катапульты Но я их не открыл Вот в чем проблема Хорошо, пока вот таким занимаемся Распространение иудаизма вызывает недовольство Духовенством манихейства в Дангеле Чувствуя, что их образ жизни под угрозой Горожане высыпали на улице и начали бить тех, кого подозревают в Иудее О, иудейские погромы начались Так, произнести в городе речь, призывав к сотрудничеству Отцепить город и остановить насилие Ну, конечно, произнести речь Раз мы царственные И можем это сделать Иудейские погромы начались Распространяем иудаизм Ну, то есть, знаете, вот три религии нам дают, получается, три счастья Правильно? Вон, плюс четыре терпимость И еще плюс один от иудаизма как довольного, понимаете? То есть, религия как минимум плюс пять счастья дает Иудейские погромы начались Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну давайте, наверное, заплатим Еще и святилища культа плюс один До вас дошли слухи о полководце из Кермы Поднявшем весь город против христианской веры Говорят, Савл не остановится, пока не сотрет церковь Христа с лица земли Самым безжалостным образом Но это, если кто не в курсе, это рассказ про апостола Павла То есть он сначала преследовал христиан, а потом сам стал апостолом Так, ну приказать ему оставить христианство в покое Глава шпионов считает, что посол и семейство Ирджет имеют виды на трон Вот только доказательств этого у него нету А как у него могут быть виды на трону? У нас даже... А, хотя ваша племянница, но все равно Да, пускай проведет расследование Так, главе шпионов Харизма, отвага, дисциплина Наверное, харизма все-таки Странно, что Карфаген не забирает этих вандалов Просто стоит вокруг и все И, кстати, судя по мини-карте, вот здесь Карфаген город поставил Так, тут у вас ставшие Тут восставшие Блин Не добиваю, так лучше так сделаю и этих вылечу Так, 28 приказов Как Рим так может долго держаться с такой армией? Ну, там, по-моему, все улучшения построены на защиту Судя по хитпоинтам Просто все Судя по хитпоинтам Так, вроде со всеми разобрались тут Что-то я в керме святилища А, нет, у меня два стоит Два стоит Два святилища есть И два гражданина, да? Фермера давайте В Хатусе совет Я хочу сразу в святилище посадить прислужника Так, тут пастуха Девять старших специалистов есть Давайте тоже совет пока проведу Как у нас тут уровень недовольства Видите, уже все в зеленом То есть везде счастье улучшается Но все равно уровень недовольства Пятый, пятый Ну, высокий довольно Блин, все равно каждый ход мятежники Уже так нормально снизили несчастье Но мятежники постоянно появляются Ваш сын захворал 43 хода Еще сейчас наследник умрет раньше Так, глава шпионов Успешно украл исследование Зашибись Что-то олигарх умер В Мирое Наместник Дальше что открываем Ну, давайте уже анагар откроем Чтобы осаждать города Как-то повеселее было В Миргесе получила известность Верховная жрица Она первой в истории записала Церемониальные псалмы Лишеизма и поделилась ими с народом Эти сочинения Возвращают Возвращают страждущих Возвращают страждущих Вот это словосочетание Влона лишеизма Религиозные лидеры Просят помочь им распространить Это творение Среди жителей Миргеса Так Каждый может снискать Благословление Делитесь этими псалмами Но за плату Наша цель создать Религиозное государство Бесплатный закон Догматизм А у нас по-моему Друзья, где догматизм? Не, у нас терпимость стоит Значит выберем первое Я думаю Так, сейчас Где там это было Каждый может снискать Благословление С лишеизмом Улучшим отношения До недавнего времени Послания герцогине Артаха Сводились к перечислению Ее проблем Успехов в учебе Теперь же они Все чаще повествуют О тонкостях теологии Так, поклоняется Новому богу Блин, я нетерпимый Я не хочу Страниться Ладно, пускай в христианство Обращается Нового наместника В Миро И выбираем Странно Продажный Но при этом Кучу бабла Приносят Как это так Давайте За земледелицу Так Советницу Усмиряем Город Сэсэби Так Так Вот я хотел Прислужника В Дангиле Давайте До офицеров Мастеров Так Шпион Еще Крадем Исследование У Вавилона В этот раз И Рим Ну тут там Ничего никто не делает Время Время Так Так Ну что Следующим ходом Берем По ощущениям А где Тут еще Были Восставшие Вот И так наверно слона еще туда туда переброшу раз у нас куча приказов остается так может еще кем походить о савла добавим генералам это у этих ребят вообще какие-то генералы хреновые да и тут тоже закон могу принять гильдии я хотел на чтобы все городки счастье давали но уже плюс 17 плюс 14 в хатусе просто счастье уровень даже не несчастье а счастье она бы она наоборот дает плюс процент так ну раз у нас она тут правда у нас есть приказы но тут требуется и здесь и здесь давайте не знаю может какой нибудь ай тут муштра требуется так кем-то надо походить наверное давайте вот этой коляской еще добежим блин 10 приказов осталось нормально у меня меня даже не знаю куда их потратить ну то есть можно было там посла на торговлю отправить здесь сделать что тут собрать войска но для этого требуется соцкапитал а наконец так царица египта мертва царь ассирии мертв блин у нас тяжело больной наследник с рвотой и поносом своя кстати духовным лидером лишеизма изменилось мнение на довольное отлично караван прибыл в ассирию караван прибыл в грецию мадикин великолепное выполнили и эту амбицию так министра брать давайте наверно возьмем а чё нам и ну просто минус легитимность зачем мне египет вообще ничего не делает агенты garcia tef в семье ирджет подслушали разговор о готовящемся покушении на вашу жизнь согласно этим переговорам главой заговорщиков является а то самали поэтому необходимо устранить ее но это которая посол давайте наверно воздержимся ну то есть я не боюсь что она меня убьет просто потому что придет следующий придут 81 год у нас эта бабка скоро сама должна умереть тянется к знаниям пускай политику изучает замеряя словно статуя глава шпионов ожидает во самом темном углу дворца непревзойденный манипулятор уже давно знает как с помощью сети шпионов и агентов заставить кушитов плясать под вашу дудку на недавнем приеме я лично задержал трех вражеских шпионов желавших вмешаться в дела дангиил но это город агентская сеть позволит избежать подобных сюрпризов в будущем но это амбиция создать 6 ну давайте попробуем кстати тоже выполнимо вполне не добиваем сожалению решил апнуть с метки глаз там есть так ну чё заберем рим то этим ходом есть реально последним юнитом просто последним юнитом красота жалко никаких чудес рим не построил не заберем рим не заберем рим а это уже к форму ливия отправляем армию а Мне кажется, я уже армии настроил немерено Так, что у нас тут по легендарочкам Две легендарных, четыре развитых Скоро и в развитых кто-то должен стать легендарным Мне кажется 40 ходов, 46, хотя не скоро Не скоро Так, ну я думаю, что на взятии Рима можно серию завершить В следующей будет, я надеюсь, уничтожение Рима И дальше уже, ну на Грецию тяжеловато Может быть реально с Карфагеном повоевать еще заодно От Греции тут у нее и проход ко мне, у меня к нему Ведь тут все стены этими Как его, горами закрыто С другой стороны Мы уже к победе стремимся Ну, на этом все Играйте в умные игры Продолжение завтра, спонсоры могут уже поискать в плейлисте Слава Украине, живи Беларусь Всем пока Сейчас запущу ход И на этом все Я Алексей Халецкий, тот кто сделал это видео Лайк, комментарий, подписка Возможно, суперспасибо и спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok